Мне было интересно узнать, как устроена работа изнутри. Но вот снаружи нет никаких опознавательных знаков, зарплата стабильная. Выплаты каждую неделю, проезд оплачивается. И вы на метр ходите. Все, до свидания. Шарашкина контора. Праздники закончились, пора и поработать. Какие вакансии предоставляют одесские работодатели и что скрывается за заманчивыми объявлениями о работе. Буду разбираться. Рынок труда динамичен. Среди горячих вакансий можно встретить и мутные предложения. Я подготовила список вакансий, которые чаще всего встречались у меня на пути и вызвали недоверие. Вакансия номер один. Оператор в колл-центр. Вакансия два. Расклейщик. Пришла на собеседование. Вакансия в колл-центр на исходящую линию. Вроде ничего необычного, если бы не косметологический центр Этерия. Мне кажется, в Одессе каждая пятая девушка слышала об Этерии. Чуть позже расскажу более детально. А пока иду на собеседование. В интернете большое количество плохих отзывов. Постараюсь узнать, что преследуют работники этого салона. Расскажите немножко о себе. Вы звонили по поводу вакансии оператора. Да. Трудоустройство официальное? На этой позиции неофициальное. Что это за процедура, которую будут люди делать? Уходовая. Ваша задача – встретить клиента, провести ему презентацию, рассказать о нашем центре. Какие у нас есть услуги, на какой косметике мы работаем, какие плюсы косметики. Например, это курс пилингов от пигментации и микроигольческой мезотерапии. 15 тысяч гривен – это полностью в круг, да? Как бы все процедуры и разбивают на… Они разбивают, ну, они могут разбить частями. Ваша основная задача – это довести клиента до… Чтобы он согласился либо купить, либо взять в рассрочку, да? Да, либо купить. И, ну, многие мои знакомые рассказывали, что приходили вот на подобную консультацию и им давали вот кредит на косметику. Вот то, что вы рассказываете, просто очень так схоже. Я пытаюсь понять, оно или не оно. Придется ли мне обманывать людей, ну, тех же клиентов? Пишут просто, что ваша компания занимается какими-то мошенническими схемами. Да, проводится процедура, да, дойдется какая-то определенная рассрочка, да, это все официально через банк. Вот это мне важно, да, чтобы… Да, но людей никто не заставляет это делать. Внутри косметологический центр, конечно, шикарный, все новое, все красивое. Но вот снаружи нет никаких опознавательных знаков, что здесь находится Этерия. Ну, вот просто никаких вывесок нет. То есть, так человек с улицы не поймет, что здесь Этерия находится. Вопрос, от кого они скрываются. Я про этот косметологический центр слышала уже очень давно. И у меня даже была когда-то такая идея снять игру на нервах про Этерию. Но так как на бесплатную процедуру они приглашают только с 28 лет, и обязательно условие у них это взять с собой паспорт Украины, но я к ним не дошла, потому что под возрастной критерий не подхожу. Ну, в общем, я нашла другую дорогу, как к ним опасть. У них была открыта вакансия. Конечно же, я воспользовалась, и вот пришла на собеседование. Мне было интересно узнать, как устроена работа изнутри. А все очень просто, как я себе и предполагала. Этерия работает уже 8 лет на рынке, и, конечно же, у них уже накатана эта схема. Они всячески заманивают клиента к себе в салон, а дальше дело за врачом-косметологом. Кстати, вот по поводу иметь ли медицинское образование у них косметолог, я сомневаюсь. Но не об этом. Другое, что косметолог навязывает потом клиенту недешевую косметику, и если у девушки нет с собой денег, она может оформить кредит прямо на месте в этом салоне. Ну, простите, я не знаю, в городе больше ни одного салона, у которого можно взять косметику, да еще и в кредит. Но как-то все это очень заманчиво и странно, как минимум. Вы должны помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Приехала на вторую вакансию, и она не могла меня не заинтересовать, потому что в объявлении указано, что зарплата стабильная, выплаты каждую неделю. Проезд оплачивается. Записалась на собеседование, и в телефонном режиме попросили меня взять с собой паспорт и код. Но вот этот момент уже меня настораживает. Зачем на собеседование брать с собой документы? Ну, пойдем послушаем, что нам будут предлагать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Шевченко Маша. Ведем. Звонили вам. Зарплата зависит от количества расклеенных объявлений. Больше расклеили, больше заработали. Где клеим? Клеим везде. Клеим фонари, столбы, водосточные, возле парадных на досках, рекламные тумбы, стены гаражей. То есть везде, где есть другая какая-то реклама, рядом клеим нашу. А у вас есть договор с жилищно-коммунальными предприятиями? А разрешение о том, что можно клеить? Мы клеим там, где можно. Обрамление неофициальное, по доброму подряду, никуда не идет. А если оштрафуют? Есть же специальные комиссии, которые ходят и смотрят за тем, чтобы не клеили объявление. Ну, а если на нас попадет? Что будем делать? Там штраф не маленький. Ну, не знаю. В таких случаях я не была, не могу сейчас ответить. Мне не нравится ваше собеседование. Вы не можете мне ответить на вопрос, что мне делать, если меня вдруг оштрафуют за ваше объявление. Что мне делать? Нет, так вы ответьте мне сейчас. Я же сейчас пришелся спасибо. А кто мне может ответить? Что мне в такой ситуации делать, если на меня будут оформлять штраф? Статья 152. Что ваш сотрудник будет делать в такой ситуации? Что сотрудник будет делать в такой ситуации? Не нравится ваше. Ответьте, пожалуйста, что будет делать сотрудник. Так у меня есть как у соискателя ряд вопросов, на которые вы не можете ответить Тогда вы не подходите нам Так это вы мне не подходите, работа неофициальная Деньги перечисляют на карточку, поверите, я вам должна назвать А вдруг мне никаких денег не отправят И ваш офис переедет Вы нам не подходите, все, до свидания Но это вы сегодня красиво сейчас ведете в то, что вы отказываете мне показать договор С которым я обязана ознакомиться Ну это вы мне не подходите, извините, у вас просто какая-то шарашкина контора Незаконная расклейка объявлений может повлечь за собой штраф А это 152 статья нарушения правил благоустройства города И за это штраф 1500 гривен И нельзя просто так брать и клеить объявление где ты захочешь Ну то есть это запрещено законом Основное, что меня смутило, это то, что ни один работодатель Не предоставляет официальное трудоустройство Значит нарушает законодательство Чтобы себя обезопасить Помните, что не надо соглашаться работать нелегально Обходите все подозрительные вакансии И будьте внимательны при выборе работы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!